Книга пророка Исаии Глава 19 стихи с 1 по 11 Пророчество о Египте Вот Господь воссидит на облаке легком и грядет в Египет, И потрясутся от лица его идолы египетские, И сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, И буду сражаться брат против брата, И друг против друга, Город с городом, царство с царством, И дух Египта изнеможет в нем, И разрушу совет его, И прибегнут они к идолам и к чародеям, И к вызывающим мертвых, и к гадателям. И предам египтян в руки властителей жестокого, И свирепый царь будет господствовать над ними, Говорит Господь. Господь Савауф. И истощатся воды в море, И река иссохнет и высохнет, И оскудеют реки, И каналы египетские обмелеют и высохнут, Камыш и тростник завянут, Поля при реке по берегам реки, И все посеянное при реке засохнет, Развеется и исчезнет, И восплачут рыбаки, И возрыдают все, бросающие уду в реку, И ставящие сети в воде, Впадут в уныние, И будут смущений, Обрабатывающие лен и ткачи белых полотен, И будут сокрушены сети, И все, которые содержат садки для живой рыбы, Упадут в духе. Так обезумели князья Цуанские. Совет мудрых советников фараоновых Стал бессмысленным, Как скажете вы фараону, Я сын мудрецов, Сын царей древних. Послание к галатам святого апостола Павла. Глава вторая, стихи с первого по десятый. Потом, через четырнадцать лет, Опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, Взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению И предложил там и особо знаменитейшим Благовествование, проповедуемое мною язычником, Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, Хотя и Елина, Не принуждали обрезаться, А вкравшимся же братьям, Скрытно приходившим подсмотреть За нашу свободою, Которую мы имеем во Христе Иисусе, Чтобы поработить нас, Мы ни на час не уступили И не покорились, Дабы истинное благовествование Сохранилось у нас. И в знаменитых чем-либо, Какими бы ни были они когда-либо, Для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека, И знаменитые не возложили на меня Ничего более. Напротив того, Увидев, что мне вверено благовестие Для необрезанных, Как Петру для обрезанных, Ибо содействовавший Петру В апостольстве у обрезанных Содействовал и мне у язычников, И, узнав о благодати данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, Почитаемые столпами, Подали мне и Варнаве руку общения, Чтобы нам идти к язычникам, А им к обрезанным, Только чтобы мы помнили нищих, Что и старался я исполнить в точности. Евангелие от Марка Глава 12 Стихи с 35 по 44 Продолжая учить в храме, Иисус говорил, Как говорят книжники, Что Христос есть сын Давидов, Ибо сам Давид сказал Духом святым, Сказал Господь Господу моему, Сиди, одеснуй у меня, Да коли положу врагов твоих В подножье ног твоих. И так сам Давид называет его Господом, Как же он сын ему. Множество народа слушало его с услождием, И говорил им в учении своем, Остерегайтесь книжников, Любящих ходить в длинных одеждах И принимать приветствие в народных собраниях, Сидеть впереди в синагогах И возлежать на первом месте на пиршествах. Сии поедающие домы вдов И напоказ долго молящиеся Примут тягчащее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы И смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, Что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, Истинно говорю вам, Что эта бедная вдова Положила больше всех, Клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, А она от скудости своей Положила все, что имела, Все пропитание свое. Священномученик Киприан Карфагенский Письмо к Донату о благодати Божьей Тицилий Киприан Донату желает здравия Твое приглашение, Любезнейший Донат, Очень кстати, Ибо и я помню о своем обещании, И настоящее время для исполнения его Самое благоприятное, Потому что теперь, Во время собирания винограда, Незанятый дух Предается покою И разделяет с другими Праздничные и вошедшие в обычаи досуги После утомительного года. С этим временем сообразно И само место. Приятный вид садов Соответствует успокоенным чувствам, Которые освежаются Тихими ветерками приветливой осени. Приятно здесь проводить время В разговорах И назидательными повестями Умудрять дух В божественных заповедях. Но чтобы кто из мирских людей Не вмешался в наш разговор, И не помешал нам Или не обеспокоил нас Неумеренный крик Какого-нибудь шумного общества, Пойдем вот на то место. Эти ближайшие, Отделенные части сада Представляют закрытое убежище, Потому что виноградные ветви, Спускаясь с тростниковых подпор В беспорядке, Образовали там виноградную галерею, Покрытую листьями. Здесь мы удобно можем Предаться собеседованию, И в то время, Как мы будем усилять взоры Приятным видам дерев И виноградных лоз, Дух наш будет получать вместе И назидание от слуха, И удовольствие от зрения. Впрочем, для тебя существует Теперь одно удовольствие. Ты ищешь только беседы со мною. Не обращая внимания На здешние приятные виды, Ты в меня вперил свои взоры, И слухом, и умом Весь ты обратился в слушателя. Так ты любишь меня. Что же есть такое во мне, Или много ли есть во мне такого, Что проникало бы в твое сердце? Скудный ум приносит, И плоды скудные. Он не обременяется, Подобно плодоносной земле, Богатыми колосьями. Впрочем, я приступлю к делу С теми силами, какие имею, Тем более, что и самый предмет слова Помогает мне. Пусть щеголяет богатое красноречие Своею изворотливостью В судебных местах И в публичных речах, Произносимых среди народных собраний. Где идет речь о Господе Боге, Там чистое и искреннее слово Ищет доказательств для веры Не в силе красноречия, А в самой вещи. Итак, ожидай от меня Не красноречия, а силы, Не речей, Прекрашенных витиеватыми оборотами, Какими увлекается толпа, А без искусственного, Сильного простою истинную Слова благодати Божьей. Ты услышишь от меня то, Что знают прежде, Нежели научаются, И что приобретается Не длинным рядом лет, Не продолжительными размышлениями, Но случается Наикратчайшим путем От благодати, Сразу доставляющей Духовную зрелость. Когда я находился во тьме И в глубоком ослеплении, Когда исполнены Нерешительности и сомнения, Я носился и блуждал В море этого бурного века, Когда я не сознавал Самого образа моей жизни, И чужд был света и истины, Тогда, согласно С моим прежним образом мыслей, Я считал весьма трудным И даже невозможным то, Что благость Божия Обещала мне ко спасению, Именно, чтобы человек Мог вновь родиться И, одушевленный для новой жизни Водами спасительного крещения, Мог отложить все то, Чем был он прежде И при том же самом телесном составе Сделаться другим человеком По уму и сердцу. Как, возможно, Думал я, такая перемена, Чтобы человек вдруг Совлекся того, Что, или, как прирожденное, Отвердело до степени Грубой материи, Или, как нажитое, Внедрилось вместе с летами. Нет, зло слишком глубоко Пустило корни. Научится ли когда Бережливости тот, Кто привык к великолепным Пиршествам и роскошным обедам? Покажется ли когда-нибудь Народу в обыкновенном И простом платье тот, На ком всегда сияли Драгоценные и блестящие Златом одежды и багрянется? Нет, кто привык Забавляться венками И другими почестями, Тот никогда не захочет Быть частным и незнатным человеком. Всегда сопровождаемый Своими клиентами, Окружаемый в знак почести Многочисленной толпою Раболепствующего ему народа, Он почитает наказанием, Когда бывает один. Как раб беспрестанных забав, Он не может отстать От привычного пьянства, Его надмивает гордость, Воспламеняет гнев, Подстрекает корысть, Разжигает жестокость, Услаждает чистолюбие, Увлекает похоть. Так часто рассуждал я сам собою, Ибо и сам прежде опутан был Весьма многими заблуждениями, От которых совсем не надеялся Свободиться. Покорствуя укоренившимся Страстям своим, И не надеясь на лучшее, Я благоприятствовал Своему злу, Как будто бы оно Было естественно во мне. Но когда возрождающие воды Омыли пятна прежней моей жизни, И в очищенное и оправданное сердце Пролился небесный свет, Когда, приняв Духа Небесного, Соделался я по второму рождению Новым человеком, Тогда чудным образом Сомнения разрешились В уверенность. Тайны начали открываться, Мрак исчезать. То, что прежде казалось трудным, Соделалось удобным, Невозможное стало возможным. Я начал познавать, Что вся моя прежняя плотская жизнь, Проведенная во грехах, Была жизнь земная, И что теперь только началась Жизнь Божия, Одушевляемая Святым Духом. Конечно, знаешь и так же, Как я помнишь, Что мы потеряли и что приобрели, Умерев в крещении для греха, Ожив для добродетелей. Сам ты знаешь это без моего напоминания. Хвалиться самим собою предосудительно, Но не может быть самохвальством, А служит знаком благодарности Все то, что не силами человеческими Приписывается, Но относится к славе дел Божиих. Так жизнь безгрешная Есть благословенный плод истинной веры, Подобно как грешная жизнь Прежде веры Плод заблуждений человеческих. Божие дело, Говорю, Божие дело Есть все то, что мы можем, О нем живем, Его силы и умы сильны, От него, заимствуя крепость, Мы еще здесь, на земле, Проразумеваем будущее. Да будет только страх Плюстителем непорочности, Чтобы Господь, Наитием небесной благодати, Милостиво водворившийся в душах наших, За достойное послушание наше, Пребывал у нас в обители Веселящегося сердца, Приобретенная безопасность, Да не возродит нерадение, Да не подползет, Поки, враг древний. Впрочем, если ты держишься Пути непорочности и правды, Если идешь по нему С непреткновенную твердостью, Если ты, утверждаясь в Боге Всеми силами и всем сердцем, Прибываешь тем, Чем начал быть, То тебе дастся свобода По мере умножения Духовной благодати. Ибо в приятии небесных даров Нет меры, С какой у обыкновенно Принимаются благотворения на земле. Щедро изливающаяся благодать Духа Не стесняется никакими пределами, Она течет непрестанно, Богатит преизбыточно. Лишь бы только жаждало И было отверсто наше сердце. Мы столько почерпаем От избытка благодати, Сколько имеем веры, Способной к ее принятию. Она дарует способность Трезвенную чистотою, Непорочную мыслью, Чистым словом, Непритворную добродетелью, Уничтожать едотворную силу греха, Очищать скверны Развращенных сердец, Возвращая им здравие, Примерять врагов, Успокаивать беспокойных, Смягчать свирепствующих, Грозными заклинаниями Понуждать к признанию Нечистых духов, Вселяющихся в человека Для господства над ним. Да пристанут поражать Человечество жестокими ударами. Да пристанут умножать Число страждущих, Рыдающих, сетующих, Распространяя повсюду Свои казни. Да пристанут убивать людей Бичом и пламенем. Дело это делается невидимо. Удары неприметны, Но казнь очевидна. Таким образом, Вселяясь в нас, Дух благодати уже начинает Проявлять свою могущественную силу, Хотя мы тело своего С членами еще Не переменили в другое. Впрочем, наше око Не затмевается уже Мраком века сего. Какое могущество! Какая сила души! Кто очистился и пребывает чист, Тот не только сам себя охраняет От мирских соблазнов, Не только не улавляется Никакою сетью Нападающего на него врага, Но и укрепляется в своих силах До того, Что над всем воинством противника Господствует по своей воле Как повелитель. Но дабы, открыв истину, Яснее видеть следы звания Божия, Я покажу тебе, Каков свет, И, разогнав мрак заблуждений, Открою самые тайные завесы, Под которыми Скрывается отвратительный Образ мира. Представь на некоторое время, Что ты взошел на высокую вершину Крутой горы И смотришь оттуда На лежащие внизу предметы. Вознесшись над всем земным, Не находя нигде преграды Своим взором, Смотри на вихри Волнующегося мира. Ты сам пожалеешь о нем, И, вспоминая о своем прежнем состоянии, Проникнутой благодарностью к Богу, Гораздо более обрадуешься тому, Что из него вышел. Смотри, дороги преграждены разбойниками, Моря наполнены везде кровавыми ужасами, Вселенная обогрена кровью человеческой. Убийство, почитаемое преступлением, Когда совершается частными людьми, Слывет добродетелю, Когда совершается открыто. Злодейство освобождается от казни Не по закону невинности, Но по великости бесчеловечия. Ежели обратишь взоры свои к городам, То найдешь шумное многолюдство, Более жалкое, нежели всякая пустыня. Готовятся гладиаторские зрелища, Дабы кровью доставить удовольствие Прихоти кровожадных глаз. Тело от питательных яств Наполняется соками, И крепкий состав его тучнеет, Дабы обреченному на казнь Веселее было погибнуть. Убивают человека в удовольствии человеку. Убийство вошло в обыкновение, В искусство, в науку. Люди не только злодействуют, Но и обучают злодействам. Что может быть более бесчеловечнее? Более жестоко. Учат, как убивать. И убийцы славны тем, что убивают. Что это такое, скажи мне? Отчего происходит, Что отдают себя зверям те, Которых никто не осуждал на это? Люди цветущих лет, Довольно благообразные, В блестящих одеждах, Заживо украшают себя На произвольное погребение, И несчастные хвалятся Еще своей погибелью. Вступают в сражение со зверями Не за преступление, А по страсти. Отцы смотрят на погибель своих детей, Брат с сестрой сидят в портере, Сама мать, Что может быть достойнее сожаления? Сама мать покупает для себя Место на зрелище, Платит за будущие свои вопли И отчаяние. И зрители столь нечестивых, Столь бесчеловечных и ужасных позорищ Немало не помышляют о том, Что их кровожадные взоры Существенная причина Кровопролития и убийства. Отсюда обрати взор на другие, Не менее жалкие и опасные Для нравов зрелища. В театрах Так же ты увидишь то, Что произведет в тебе И горесть, и стыд. Там трагик Возвышенным слогом Рассказывает о древних злодеяниях, О мерзительные падения Об убийствах И кровосмешениях Повторяются в живом действии, Как события настоящие, Чтобы учиненное некогда Злодейство Не вышло из памяти потомства. Стараются внушить всем и каждому, Что нет невозможности Случиться снова тому, Что уже случилось. Преступлением дают переживать века. Всеистребляющему времени Не позволяют истреблять Памяти злодейств. Пороку не допускают Приходить в запвение. Давно минувшие мерзости Обращаются в живые примеры. Присутствие на комических представлениях Одни повторяют пороки, Которые им известны По домашней их жизни. Другие учатся, Как можно быть порочным. Смотря на прелюбодейство, Учатся прелюбодейству. Открытое потворство Злу располагает к порокам. И женщина, Пришедшая на зрелище, Может быть целомудренную, Выходит из него бесстыдною. Сколько соблазнов В комедианских телодвижениях, Сколько заразы для нравов, Сколько примеров бесстыдства, Сколько пищи для разврата. Какое противоестественное И непотребное искусство Вырабатывается там. Мужчины превращаются в женщин, Так что вся честь и крепость пола Бесчестится видом изнеженности тела. И чем кто лучше успеет Преобразиться из мужчины в женщину, Тем больше нравится. За большее преступление Получает большую похвалу. И чем становится гнуснее, Тем считается искуснее. И вот на него смотрят, И какое нечестье, Смотрят с удовольствием. Чему не научит подобный человек? Он возбуждает чувства, Щекочет страсть, Усыпляет самую трезвую совесть Доброго сердца. Ласкающий порок имеет столько силы, Чтобы под приятностью Внести пагубу для человека. Представляют бесстыдную Венеру, Неистового Марса. Представляют также Юпитера, Этого верховного царя Вселенной, Или лучше всех пороков, Как он вместе со своими молниями Горит страстью земной любви. Рассуди сам. Может ли тот, Кто на все сие смотрит, Быть с человеком честным И целомудренным? Они подражают своим богам, Которым поклоняются, Несчастные. Они боготворят И самые страсти. О, если бы ты мог С этой высоты Проникнуть своим взором В их уединение, Открыть потаенные двери В их покои, И со светильником совести Войти во внутренние Их рамины. Ты увидел бы, Что эти безумные Делают то, На что не может смотреть Целомудренное око. Ты увидел бы то, Что видеть преступно. Ты увидел бы, Что обезумевшие От пороков Отрицают сделанное И спешат делать то, Что отрицали. Мужчины Походствуют с мужчинами. Делается то, Что не нравится Самим делающим. Тот, кто таков сам, Других в том же обличает. Худой бесславит худых И думает, Что тем самым Сделался прав. Как будто Недовольна Угрызение совести. Одни и те же Обличают то, Что делают тайно. В лице других Извлекают суд Над собственными преступлениями. Не терпят по наружности того, Чему благоприятствуют внутренне. Сами охотно делают, А винят за то же самое других. Наглость, Достойная гнусности порока. Бесстыдство, Совершенно приличное Потерявшим совесть. Не девиз, Что эти люди Говорят таким языком. Их уста Никогда Не превзойдут В разврате Их сердца. Продолжение Письма К Донату О благости Божией Священномученика Киприяна Карфагенского Услышите завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok